Блядь, что за тяги-тяги, такие банковные, блядь Узки в дне, блядь, такие, такие банковные, блядь Здравствуйте, Алексей Анатольевич Я вас, я вас приветствую Меня зовут Петрова Марина Германова, отдел взыскания банка Тиньков Алексей Анатольевич Да Звоню по поводу невыполнения условий договора по кредитной карте Верить неоднократное нарушение сроков оплаты Банк вывел вам требования Погатить общую сумму долги сегодня Вы меня слышите? Конечно Алексей Анатольевич Так я это много раз слышал уже, то что вы мне говорите Марина Германова Сумма не окончательная Ага Много раз уже Готовы же все оплаты сегодня? Так я много раз, вы мне говорили об этом И я вам много раз отвечал по поводу всего этого Повторная точная информация позволяет решить ваш вопрос Чем подробнее вы расскажете? Так он мне не позволяет, ничего не решается у вас Ничего не решается у вас До 22 марта До 22 марта это другой разговор Это же другой разговор, это другое дело По какой причине на протяжении длительного периода оплата не поступает своевременно? 189 тысяч, да? Да что-то под диван кошка загнала, блядь, барсетку с бабками А мне все не до сух диван отодвинуть Да блядь бабки тараканы затащили под диван, говорю же мне Ну ты нормальная, нет, ты эти деньги, блядь, вообще-то живьем такие деньги видела Вот у тебя что в голове происходит? Ты звонишь человеку, говоришь, что 189 тысяч надо пойти отдать Ну ты ебнутая, прости меня за выражение, блядь, за откровенность Ну ты почему, блядь, голос делаешь такой, как будто это, блядь, обычная ситуация 189 штук, блядь Да нет, похуй, что там банку поможет, либо наоборот помешает Вы, блядь, там откуда все беретесь Вот как это можно нормально сказать Да тебе какая разница, блядь Именно так прерывается вот у Тинькова У них есть кураторы и они их выключают Вот с другими так как-то не прерывается Вот Тиньковцев прослушивают, их выключают, блядь Здравствуйте Здравствуйте Звонок поступает из Росбанка, меня зовут Музыкина Алина Александровна Могу услышать Виталия Анатольевича Вашим услугам, слушаю Алина Это вы, верно? Конечно, да А как, это же мой телефон Звоните мне, кто же тут еще может Ну, уточняем, много кто может ответить правильно Некоторые, знаете, как говорят некоторые, особенно коллекторы Почему вы отвечаете на чужой номер? Знаете, бывает, звонят Ну, как бы у меня телефон жены, да, рядом бывает И она бывает, его забывает И они на меня ругаться начинают Кто вам разрешал брать телефон чужой? Что за глупости? Естественно, свой телефон я беру, могу другой взять Правильно, вы большой молодец, вы соображаете Ну, поэтому вы и не коллектор А просто представитель коломаса, да и все Я вам не говорила, что мы коллекторы Да, вы просто представители коломаса В народе же как говорят Все это делают в заскании И вас всех называют Ну, ПКМ К ПКМ относятся Ну, уже люди так воспринимают ситуацию, что поделаешь ПКМ, это вот все, кто звонит по вопросу просроченной задолженности Из банков, из инфо, из коллекторских структур Откуда, куда Все Ну, это ПКМ Представители коломасы Ну, ладно, слушаю вас Виталий Анатольевич У нас дело, правда, с просроченной задолженностью Звоним по поводу неоплаты вашей 60 дней на сегодняшний день у вас задолженность Числится общая сумма 72 500 рублей Скажите, пожалуйста, когда от вас оплата поступит? А почему банк злоупотребляет правом, проценты насчитывает Вот эти вот пении, штрафы Есть же законные методы, способы, инструменты Как взыскивать Не поняла, во что банк? Злоупотребляет правом Какие? То есть, ну, банка есть право в досудебном формате договариваться Но есть некая практика, да, вот, но она, кстати, почему-то банками игнорируется А вот вообще в гражданских разбирательствах есть, ну, некая такая утвержденная Ну, что ли, неписанный закон, назовем так Даже вот в юриспруденции есть неписанные законы, да Вот 60 дней, да, можно пытаться договориться с контрагентом отчета О чем-то А потом уже, ну, надо в суд подавать Потому что понятно, все, человек, допустим, упирается Нет никаких пояснений, нет никаких предварительных договоренностей Ну, просто, вот, знаете, стена И вот, когда что-то, ну, в обычном небанковском секторе происходит Ну, люди давно уже приняли, как говорится, на вид Все в суд В суде разобрались, назначили виноватого Назначили выигравшего Ну, дальше уже А банки, почему-то, для них это, вот, пени, штрафы Накидывать, накидывать, вот, 70 с лишним дней Ну, посмотрели месяц-два, ну, не отдает человек все Ну, в принципе, завтра уже будет, скажем так, уже не совсем корректно А все верно Завтра иск сформируют Ну, и все, сформируйте иск, отправьте в канцелярию суда А то есть вы, как я понимаю, оплачивать отказываетесь? Ну, почему нет? Как только будет определение суда Первая инстанция, если она, ну, будет соответствовать моим ожиданиям То тут же достану смартфон и оплачу А почему вы решили оплачивать через суд? А от справедливей, на мой взгляд Ну, я хочу там все пень, за 60 дней-то набежало всего там сколько, зачем Надо нивелировать Опять же, посмотреть, что вы там насчитали на каком основании Учитывали ли вы те платежи, которые я осуществлял Знаете, банк, как, сколько выговорил, столько и произнес Ну, очередной платеж у вас 19-го числа, да, соответственно Должен быть начислен Плюс у вас еще сегодня выходит платеж 31 тысяча за тысячи рублей Ну, это, как говорится, информация сейчас нейтральная Я не утверждаю, что она бесполезная Я что-то там припоминаю, у меня вы не единственные Ну, так или иначе, ну, вот, это же То, что нужно изложить в исковых требованиях Всего-то на всего Напомните, как вас зовут? Меня зовут Музыкина Алина Александровна Алина Александровна, извините, я сразу просто Мне перед вами коллекторы звонили И я так насмеялся Знаете, тут Эверест, Баофинансы Ну, такие смешные Алина Александровна, это вообще А одна говорит, я работала в банке А теперь я уже работаю Выше, говорит, на ступеньку Коллектором работаю Я чуть со стула не шарахнулся Говорит, выше на ступеньку А она говорит, а все сотрудники банков Рано или поздно уходят в коллекторы Потому что в коллекторах больше зарплата Елки-палки, вот это, да, думаю А говорю, пробовали что-нибудь, ну, просто другое Вот просто совсем радикально другое А зачем меня все устраивает Елки-палки Ну, ладно Ну, я и говорю, поэтому в народе Все уже давно все определяют Четко и конкретно под одну расческу Что называется ПКМ Представители коломаса Ну, что, передадите там выше по инстанции Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа Как вы это любите Да, я зафиксирую, что вы хотите оплачивать через суд Так я много раз говорил об этом Без решения суда вы платить не будете Это я тоже отмечу Виталий Анатольевич, да, вы правильно сказали То, что 60 дней у вас уже не оплата И после 60 дня, после 20 недель Будет банк принимать решение о дальнейшем с вами сотрудничестве Слушайте, вопрос простой Вы же там крутитесь в этих кругах Если мне через 3 дня опять позвонят с тем же вопросом Можно же смело сказать Вот Алина Александровна зафиксировала все Ну, смотрите А, я знаю, от вас вообще Да, я понял, я же забыл, что Алина Александровна принимает решение о расторжении договорных отношений Да, передаче документов в суд, это банк Мы с своей стороны озвучим А вы не банк разве? Сейчас подготавливают Я являюсь сотрудником Подождите, смотрите, ну вот ПКМ, да Вот вы представитель Коломаса, да Вот вам человек сообщил, да Ладно, 60 дней, все Вы говорите, все зафиксировали, все Ну вот вы сделали свою работу, вы добросовестно к этому отнеслись Вы думаете, что это ваше действие Действительно нужно банку Ну, коль вам оставили возможность так говорить Я подчеркну, говорить Чтобы вы зафиксировали что-то И вот, ну, чисто в гипотезе Давайте предположим, что это были не вы Вот сейчас, а вы будете через три дня И вот я вам Вы мне звоните, я говорю Так перед этим была там Александра Алиновна, да Ну, я так сейчас Хохма небольшая, да Она мне говорит, что все так и так А все равно у вас вот с прозвона не убрали, да А вы работаете, вы, ну, по-идиотски выглядите, естественно В глазах человека, которому звоните Они все же там какие-то, ну, такие же, как вы, безмозглые Все нормальные люди в большинстве своем И вот вам самим же как-то должно быть Ну, вот что я делаю? Зачем я вообще на эту работу-то прихожу? Вот почему меня, мои хозяева Не то, что за мясо, даже, ну, за обрезки колбасные Не считают четко Я же вроде, они мне дали возможность Зафиксировать что-то Я им передала Я же им верю, они же, наверное, читают Банк типа что-то разбирается Смотрит, решение принимает А представьте, это через три дня А через три месяца то же самое будет происходить Я вас заверяю Как вы относитесь? А вы злиться будете на таких, как я Почему вам будут звонить? Нет, потому что банк будет пытаться с вами вопрос Так нет, человек четко, подождите Ситуация Что значит добровольная? Завтра вы будете думать по-другому Вы не думаете, что это Это бред Это понимаете? Это с тем же успехом Я даже не знаю, какую метафору здесь применить Какую аллегорию вставить Это до такой степени Ну, это вы сами Вот все, придумал как Понял точнее Вы сами себя сейчас успокаиваете Вам сложнее всего признаться в том Что вы для банка мясо Банк точно Я вам скажу, как есть на самом деле Ваше предназначение То есть, вот вы ПКМ Я бы еще добавил Класс мозгоклюев Представитель Коломассы Класс мозгоклюев То есть, задача таких, как вы Клевать мозги потихонечку И банку все равно Что у вас в душе Банку все равно Что вы думаете А вы до такой степени заточены Что вы сами Придумываете оправдание для банка Вы сами сейчас вот это мне сказали Чтобы не выглядеть по-идиотски Я же четко Я вообще не стесняюсь выражениях Только ну не хамлю А говорю вот обыкновенно Так, как думают простые люди Воспитанные Ну не хамы там Ну можно, конечно, было Нецензурную брань применять Но зачем Я говорю по-простому Выглядеть по-идиотски ПКМ Представитель Коломассы А вы не можете понять Как себя вести С вами в вежливых интонациях Разговаривают Но применяют Не очень приятные термины и фразы Формулировки целые Неприятные применяют Вроде человек А знаете почему? Что происходит? Это действительно Спокойное Безэмоциональное Изъявление Тех самых мыслей Которые в голове у всех Просто у кого-то Под определенным градусом накала У кого-то вот так нейтрально А у вас там В большинстве случаев Истерика в голове Вы не понимаете Как себя вести Злитесь на нас Зачем? Надо на себя злить Даже не на ваших этих Хозяев надо злиться Надо на себя злиться Почему я Сделала вот это А точнее Почему я не сделала Вон то Знаете Как я люблю говорить Не винить себя А ответственность брать За все Что с вами происходит На себя Ну смотрите Сейчас Это все То что вы выставили Это полное право На это вы имеете Да я комментарии у вас не спрашиваю Ты лох Понял И кенты твои такие же Вот иди Ну можете не спрашивать Смотрите Я вас выслушала Сейчас у вас есть Требования банка Вам необходимо Вопрос закрыть завтра Завтра уже 61 день Вам нужно вопрос закрыть Потому что документы готовят На расторжение договора Вам об этом говорили Неоднократно Вот именно Неоднократно Я даже разговаривал Я могу Я не удивлюсь Если и вы были Про эту 311 статью И я вместе с сотрудником Ее зачитывал Там ни одного слова Про расторжение нет Расторгнуть договор Какую 311 800 800 811 Это вы должны Вот эти вот ошибочки Подхватывать Слава богу Что вы на чеку Там перебирали Там ни одного слова Про расторжение Да банк вправе Выставить досрочно Всю сумму Но это ни о чем не говорит Какая разница Сколько человек Не платит А нет Сотрудница говорит Расторгнем Я говорю Что если договор заключен Двумя сторонами Подписан И соответствует законодательству Его невозможно В случае отказа Одной из сторон Расторгнуть просто так Нельзя так просто Расторгнуть договор Можно применить условия Которые прописаны В этом договоре Санкции Подождите Не просто так Вы не выполняете Условия Да Да Но расторгнуть Вы его не можете Договор будет Вы слышали Что банки Выигрывают Выигрывают Расторгнуть Расторгнуть Даже при выплате Всей суммы Через суд Потому что У банка Остается право Требовать проценты Потому что Человек Выплачивая Через суд Нарушает Все возможные Графики Да Вы как раз таки Проценты И начнете Потом Дело в том Что невозможно Даже если Как говорится Эта ситуация Сложится таким образом Договор Не будет Расторгнут В одностороннем порядке Договоры Сами по себе Не расторгаются Они продолжают Действовать Ну да ладно Мы это с вами Понимаем А вы говорите Мне А я и не спорить Спорить я не пытаюсь С вами Это дискуссия Обычно Вам банки доставили Реструктуризацию Почему вы не хотите Воспользоваться И не закрыть задолженность Вот смотрите У вас наверняка Какие-то трудности С деньгами Правильно Что это наверняка Что это За версии Выстраиваете И сами на них Утвердительно Отвечаете Ну что это за Почему люди Перестают платить Потому что Нет денег Ну и не только Поэтому Я согласен Есть Когда-то Давно Это было всегда Вот ваша беда У ПКМ То что вы В той самой лодке Без мотора Да Уже далеко Далеко Там знаете Все кому надо Было Уже давно Вас опередили А вот По течению Плывете И вот В какой-то заводь Болотистую Заплыли И думаете Что это все Еще в речке А вы на самом деле Уже в болоте Ну и думаете Что значит Человек не платит Значит у него 100% Проблемы А люди До такой степени Собственно Знаете Так говорят Если человек Ничего не делает Он деградирует Ради прогресса Нужно двигаться То есть Суть человеческой Личности Это прогресс Что-то надо делать Что угодно А вот на месте Топтаться Это уже деградация Ну вот ПКМ Это яркий признак Сборища деградантов Ну как так можно заявить Однозначно Еще так вопрос задать И испугавшись Что человек По-другому ответит Самой на него ответить Что у вас Вот у вас же нет денег Поэтому вы не оплачиваете Ну вот Так же Да Я же права Это у вас так получается Это у вас В ваших головушках Нездоровых Так получается Деградированных А у людей Все по-другому Человек посмотрел Первый из вариантов Человек посмотрел На вот эти вот Невероятные там Пенни проценты Да Типа они соответствуют договору Человек посмотрел Еще какую-то там Историю Не знаю В ютюбе В рутубе В контакте Где угодно Посмотрел что люди А Могут обанкротиться Б Банки Очень часто Не подают в суд Даже на значительные суммы Следующая Там С Да Что там Или по Если В Да По русскому Африт Сейчас Не надо Вот эти А, Б, Ц А, Б, В В Просто в суде Можно сильно Значительно уменьшить Сумму долга И у человека Есть деньги Но он думает Чего это я буду Лишнее Эти деньги Свои давать И самый главный Да Я бы его поставил На А Человек Решает Начать Новую жизнь Жизнь Посредством Вот Хочу Начать Жить Посредством Не брать Больше Никогда Ни кредитов Ничего И мне Плевать На эту Кредитную Историю Еще раз Повторяю Мне комментарии Ваши Не нужны Ну вот Виталий Атонич Поэтому завтра Мы от вас ожидаем Отплаты А это Ваша Судьба Это то О чем я говорил Мясо Для хозяев Единственное Что Единственное Что вам Остается Не представляете А через Два или Три дня Вы вполне Возможно Будете Со мной Опять Разговаривать И я вам Это буду Говорить Если захочу Взять трубку А вам Вот сейчас А вы сейчас Положите трубку И у вас все равно Будет осадок Потому что Я вас не оскорблял Я вам четко И конкретно Занес Эту занузу Так Причем здесь Я вас Вы меня Нет Я сделал То что я Хотел Я сделал То что я Хотел Я занес Ту вот эту Благоприятную Занозу И я надеюсь Что вы ее Не вытащите А затолкаете Обратно Да Дело в том Что вам Что-то нужно Сделать Чтобы не Инициировать Эти звонки Это вся Ваша жизнь Понимаете До свидания Вот вся Ваша жизнь Молодая Девушка Сидит И с утра До вечера Просто звонит Незнакомым Ей Людям Заноза Внесена Именно Это Кукушка Звонила И про 811 Статью Мне рассказывала Про Расторжение Договора А я И она Изо всех сил Пыталась Чтобы я Где-то Вычитал Что там Есть Фраза Расторгнут Договоры Не имеют Права В одностороннем Порядке А мы Так И она Не я Никто Два Или Три Раза Перечитали И не Вычитали Субтитры Субтитры Субтитры